Расскажу о самой патриотичной компании в России, о Шима-Ленде. Жена у меня ездила в Шима-Ленд на собеседование. Она работу подыскивает, а у Шимановского предложили ей интересную должность, что сильно ее озадачило. Думала, ехать на собеседование или нет, доверять ли отзывам в интернете и всяким разным видосам о флешмобах. Столько у нас говорят об упоротости работников Шима-Ленда и их начальников. В итоге решилась, отбросила все негативные мысли, поехала. Первое впечатление это интерьер, лестница как в ночном клубе, неон в полумраке, помпезные люстры над лестничными площадками, знаменитая Шимановская дорого-богата. Все, наверное, слышали про школу в Екатеринбурге с такими люстрами, фонарями, золотыми унитазами, которую олигарх Шимановский облагодетельствовал. Ну ладно, далее зона ожидания. Внешне нормальное. Началось собеседование. Первый час, целый час кадровичка рассказывала про корпоративную жизнь компании. Не про обязанности или распорядок, не про требования к навыкам работника, а именно про корпоративную жизнь. То есть человеку сходу дают понять, будь ты хоть трижды профи, если не принимаешь их порядки, отправишься на выход. Потом пошли вопросы по поводу отношения к власти. Разные и по-разному. Не напрямую, как вы относитесь к Путину, а то слева, то справа. Лена много раз повторила, что аполитично, не интересуется, но такой ответ кадровичку, видимо, не устраивал. Требовалась определенность. Сама кадровичка, по ее словам, места себе не находила все эти восемь лет с 2014-го. И вот теперь меч возмездия поднялся над гадами-русофобами всех мастей. А она теперь полна воодушевления и работает в лучшей компании мира. Дальше. На работу следует приезжать пораньше. Рабочий день с девяти, но автобусы возят к восьми тридцати. Зачем? Чтобы вместе с коллективом провести какие-то игры для сплочения, мотивации. Участие во флэшмобах обязательно. После часа беседы, наконец, перешли к более насущным вопросам. Обязанности, зарплата, штрафы. Но все это кадровичкой не было дано вразумительного и внятного ответа. Точнее, посоветовали обсудить все с начальником отдела. Наконец, были перечислены плюсы. Для сотрудников недорогое питание, тренажерный зал, оптовая скидка на весь китайский ширпотреб Шимолэнда. На третий час началось собеседование с начальником отдела. Сначала точно такая же речь о корпоративных принципах. Потом вопросы про семейную жизнь. Да будет вам известно, если вы мать двухлетнего ребенка, черта с два, вы найдете более или менее серьезную работу сегодня. Вас будут разворачивать или на первом звонке, или после собеседования. При этом неважно, вы мать-одиночка, замужем вы, с кучей бабушек или без бабушек, все это роли не играет. Бизнесу это просто неинтересно. К вопросу о государстве, которое не просило вас рожать. Ну и в Шимолэнде, это сразу объяснили, с ребенком будет сложно, ведь на больничный ходить вообще не рекомендуется. Это цитата. К тому же, каждую пятницу есть добровольно-принудительная обязанность участвовать в корпоративном сплочении. Боулинг, кафе, сходить на стадион, поболеть за команду Шимолэнда. Но самое интересное, это, конечно же, вознаграждение. В патриотичном и православном Шимолэнде зарплата не белая. Около 20 тысяч официально, остальное в конвертах. Да неужели же патриотичный коммерс Шимановский так непатриотично настроен к патриотической казне? А работает на минуточку у него 11 тысяч человек. Соответственно, больничные и отпускные высчитываются с официальной части зарплаты. Отпуск дается две недели в году. Хоть еще две недели за свой счет, но очень не приветствуется. Больничные за ребенка, тем более. Никаких доплат за переработку. Вот такие в Шиме условия труда. Не самые лучшие, но и не худшие справедливости ради. Зато все условия для воспитания настоящих патриотов. И если у нас в стране даже коммерсы-патриоты на максималках экономят на налогах за счет трудящихся, то что уж говорить об остальных.